Перемены действительно налицо, отмечает глава города. Чиновники, закрепленные в частности за улицей Чайковского, показывают эффективный результат. Есть здесь и нововведения, например, велосипедная дорожка. За неделю такие разметки появились сразу на нескольких улицах курорта. Дорожки для двухколесного транспорта в перспективе проложат из микрорайона Макаренко. Вот только пешеходам придется привыкать к новым правилам движения и уважать права владельцев велосипедов. Новую культуру, отмечает Анатолий Пахомов, сразу не привить, но привыкать к новшествам горожанам придется. Соблюдать санитарные правила на общегородских территориях придется и тем, кто ежедневно разворачивал здесь выносную торговлю. Стихийных рынков на набережной быть не должно, подчеркивает мэр. И этот вопрос на контроле у полиции. При этом важно защитить права обычных граждан, торгующих продукцией со своих приусадебных участков. Им разрешается бесплатно занимать места на центральном рынке. Директор в курсе. Об этом уже походотайствовал мэр. 5 килограмм принес на 100, на 200 рублей. Он знает об этом. Бесплатно можно продать. И грязь, я все понимаю. Да, и грязь, правильно. Она никому эта грязь не нужна. Грязь не нужна. И поэтому он знает, что если ведро хочет человек продать, пусть станет у него на рынке и продает. Подмели, вычистили, подрезали. Привели на Чайковского в порядок и подземный переход. В чистоте необходимо соблюдать и территорию, находящуюся за подпорной стеной, отмечает Пахомов. Река – особая часть курорта. Чисто должно быть и в русле Сочинки. Здесь такая грязь была чудовищная по этой набережной. Мусор стоял. Просто больно и стыдно за город. У нас же много все-таки гостей бывает. И когда вот такая грязь, это, конечно, очень неприятно. Я согласна с Пахомов в том плане, что это не должно быть какими-то наскоками, а должна быть целенаправленная работа. Видно, что есть хозяин в городе. Видно, что он к глазу народа прислушивается. И всегда после его рейдов результат положительный. Контрольный обход глава города продолжил до Ривьерского пляжа. С самого утра морские процедуры и солнечные ванны здесь принимают как курортники, так и сочинцы, которые также обратили внимание на положительные перемены. По словам мэра, подобные обходы будут продолжены. И спрашивать за чистоту на улицах власти будут не только с закрепленных административных работников, но и с управляющих компанией. Я, наверное, впервые скажу о том, что мне очень понравилось, что и набережная по реке Сочи со стороны улицы Чайковского и со стороны улицы Конституции находятся в хорошем состоянии. Одно дело – красивые улицы, скверы, парки. И другое дело, когда наши гости зайдут в какой-то двор и будут просто крайне разочарованы тем контрастом. Вот если бы у нас еще этого контраста не было, наши жители должны понять, что это их лицо. И свое лицо, то есть свои дворы, они должны сами приводить в идеальный вид, чтобы они тоже радовали глаз наших гостей. Галина Моисеева, Инга Габешия, Борис Осин, телекомпания ВКТ.